В двух авариях со смертельным исходом виновники сами погибшие. И в первом и во втором случае водители не справились с управлением. За превышение скорости поплатились жизнью. Ребенок травмирован в аварии на раздольной 18. Женщину на рактисе догнал неустановленный автомобилист. После удара о заднюю часть Тойоты, которая, к слову, находилась без движения, виновник аварии скрылся с места происшествия. У восьмилетней пассажирки ушиб грудного отдела позвоночника. Серьезное столкновение на Комарова, 21. Больший груз направлялся по этой улице со стороны Новонекольска и нарушил правила расположения на проезжей части. Далее последовал удар о Мазду Дэми. Одна сторона машины в смятку. Девушка за рулем получила сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Пешеход под колесами УАЗ ехал на краснознаменной со скоростью, которая не позволяет контролировать ситуацию на дороге. Когда на проезжей части возник велосипедист, водитель не успел затормозить. К слову, владелец двухколесного транспорта пересекал проезжую часть в неустановленном месте у пострадавшего сотрясение мозга и ушибленная рана головы. На Владивостокском шоссе погиб мотоциклист, который не справился с управлением и влетел в бордюр, а далее леерное ограждение. От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте. Позже выяснилось, что водитель не имел удостоверения на управление двухколесным транспортным средством. С государственной трассы прямиком в больницу женщина на Ниссане выезжала с перекрестка на главную дорогу и не выполнила требования знака «Уступи дорогу». Как итог, внезапная встреча с Тойотой, которая двигалась в попутном направлении. Пострадала пассажирка в машине виновницы аварии. У травмированной перелом ребер и шейки бедра. Еще один наезд на пешехода. Только в этом столкновении вина полностью на водителей. Женщина переходила улицу Волочаевскую по линии тротуара по всем правилам. Машина такси при повороте направо не уступила дорогу пешему участнику движения. Серьезными травмами пострадавшая госпитализирована в больницу. Сильный удар и автомобиль в кювете. На Ленинградской не разъехались Ниссан и Тойота. Водитель X-Trail двигался по Крестьянской. Нарушил требования знака «Уступи дорогу» и выехал на нерегулируемый перекресток, где по главной ехала Корола. В итоге сильнейший удар и серьезное повреждение обоих автомобилей. Травму получила пассажирка Тойоты. Семеро пострадавших, двое погибших. Таковы итоги всего одной недели. Причем среди травмированных на этот раз пешеходы, велосипедисты, а также пассажиры и водители авто. Впереди выходные. Время, когда интенсивность движения снижается. Собственно, как и внимательность за рулем. Будьте аккуратны.